В нашем городе достаточно много людей пенсионного возраста, которые проживают одни и не всегда в силах позаботиться о себе сами. Учителя Государственного учреждения образования специальной школы номер один города Бреста совместно с родителями и учениками, а также территориальным центром социального обслуживания населения Ленинского района создали социальную акцию «Забота», в ходе которой посетили одиноких пожилых жителей Бреста. Акция приурочена к Дню пожилых людей, проводится ежегодно в нашем территориальном центре совместно со специальной школой. Она уже стала традиционной, и нам очень приятно, что дети ждут эту акцию. Они с большим волнением собирают эти пакеты вместе со своими родителями. Очень всегда радуются и с большим желанием сами лично хотят участвовать в доставке подарков для пожилых граждан. А ты первый раз сегодня поехал? Да, первый раз. Тебе понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Бабушку. Бабушку. А ты первый раз сегодня? Нет, не первый раз. Я уже четвертый раз езжу так пожилым людям. Но я их уважаю, помогаю, бывает, где-то если ездим, где-то пакет поднести. Клавдия Ивановна Чертенко уже с нетерпением ждала ребят, ведь они для нее уже стали как родные. Уже несколько лет к ней приезжают ученики школы, и она, как гостеприимная хозяйка, всегда рада гостям. Мы к вам сегодня в гости приехали с ребятами из специальной школы. Очень классные молодые люди. Стас и Илья. Да, внимательные. Они вместе с родителями собирали вот такие вот пакеты. Ох, спасибо, Ива. Здесь и продукты. Благодарна, благодарна. Да, все средства личной гигиены, все, что вам может пригодиться. Все, спасибо, спасибо большое. Чтобы вас немножечко порадовать. Да, я хочу сказать, что хорошо, что государство нам сделало такой день в Белоруссии. И соцпомощь есть у нас, которые нам тоже помогают. И нам очень помогают. И я очень вам всем благодарна. И кто меня сегодня поздравляет. Ребята и родители с удовольствием участвуют в этой акции, собирая посылки самого необходимого. А также кладут в подарок вещи, которые сами вяжут. И хочется верить, что у пожилых людей на душе станет чуточку теплее от такой заботы и внимания. Откройте наши подарки, пусть они вас порадуют. Спасибо. Мы хотим пожелать вам крепкого здоровья. Вам так. Самое главное. Мирного неба. Не переживайте, не расстраивайтесь. Я ничего ем. Хоть конфеток и никто вообще. Не надо нам конфетки. Я к вам не скушаю. Посмотрите, что они даже шарфики вязали. Они вязали шарфики. Пусть это вас порадует. Они вязали беретки. Вы понимаете, как приятно. Детский, вам здоровья. Здоровья. Всего хорошего. Чтобы вы не болели. Чтобы вы были счастливы. Господи, желаю вам всего хорошего. Считаем, что эта акция очень необходима нашим детям для формирования у них положительного отношения к пожилым людям, так как никто не застрахован от того, что он будет в старости одинок. И надеемся на дальнейшее сотрудничество с территориальным центром Ленинского района, который нам предоставляет транспорт и адреса этих пожилых людей. Каждый год ребята придумывают все новые и новые сюрпризы, чтобы порадовать тех, кто одинок и очень хочет встречать гостей. И этот год не исключение. В этом году была придумана еще одна акция. В рамках трудового обучения ребята предложили сделать сувенирную продукцию своими руками и испечь печенье, исходить уже со своими, с тем, что они делают собственными руками в гости к пожилым людям. Да, они пекут печенье. Вот сейчас мы поехали по адресам, которые предоставил территориальный центр, а остальные ребята пекут печенье, делают сувениры, шьют мешочки для сыпучих продуктов. И ближе к концу недели мы также посетим одиноких людей и надеемся, что доставим им радость. Акция «Забота» – важное и нужное дело, которое внесли учителя и родители первой специальной школы в список мероприятий ко дню пожилого человека. А в следующем году будут новые задумки в помощь пожилым людям.